Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Хотя я снимала уже видео и писала статью о том, как и чем бороться с фитофторозом, вопросы все равно задаются. Я понимаю, что некоторым не хочется отматывать назад ленту на моей странице и читать там или смотреть. Хочется написать вопросы, чтобы сразу ответили. Но если вас интересуются эти темы, вы смотрите материалы на странице. Про фитофтору уже много есть и видео, и статей. Сейчас, так как я сама начинаю обрабатывать от фитофторы, я расскажу еще раз. Но больше к этой теме я возвращаться не буду, потому что мы продвигаемся дальше, а темы с заболеваниями, они есть на странице. На вопрос, чем обрабатывать от фитофторы и как я борюсь с фитофторой, я говорила уже не раз и повторюсь еще раз. Только медь, содержащие препараты. Вот эти вот фунгициды, только они могут побороть болезнь такую страшную, как фитофтора. Традиционная, старинная, бордосская смесь. Ничем ее пока что не могут заменить. Она очень хорошо действует. И начинать обрабатывать нужно не тогда, когда придет болезнь, а намного заранее. Вот когда вот такие у вас будут плоды уже, уже будут большие помидорки, но еще не будет видимых признаков болезни, нужно уже начинать обрабатывать. Я сегодня буду обрабатывать хомом, вот это более современное, хлорокис меди. Там тоже медь. И этот препарат именно для томатов, огурцов и картофеля. Есть и бордосская смесь. Вот сейчас мы посмотрим. Она на весь огород, можно ее. Тут и яблоня, груша, виноград, земляника, розы, картофель. Ей все можно обработать. Но ее более сложно разводить. Я буду пользоваться ей позже, когда уже пойдут дожди. А сейчас я буду обрабатывать хомом. Мне нравится хом тем, что он в маленьких упаковочках, разовые такие дозы. И очень быстро растворять просто в воде. Вот такая пачка я на 5 литров растворила. Сейчас обработаю всю теплицу. Он именно для томатов, огурцов в теплицах и картофеля. Все. Учитывайте, что после обработки, сколько здесь, нужно выдерживать срок ожидания, который вот здесь будет указан. Ну, смотря какую культуру будете обрабатывать. Он защищает, вот видите, читаем, от фитофтороза, макроспориоза, бурой пятнистости. Все болезни, которые присутствуют у нас на томатах в теплице, он может предотвратить. И если уже она началась, то полечить, оттянуть срок развития заболевания. Его разводить очень просто. Разведете в воде, вот в опрыскиватель, и будем обрабатывать. Обрабатывать обработку я буду показывать в другом видеоролике, потому что он у меня еще не приготовлен. Сейчас я просто ответила на вопрос, чем обрабатывать и как бороться с фитофторой. Это бордоская смесь. Разные они есть. Есть вот 200-граммовые, есть 100-граммовые, и хом. Цены пока что еще приемлемые. Вот такая бордоская смесь стоит 60 рублей. И хом, не помню уже, но тоже 30-40, немного стоит. За сезон нужно сделать несколько обработок, минимум 3 или 4. Заходите ко мне на статью, отматывайте назад, на весенние, на зимние периоды. Я там писала статьи о заболеваниях томатов, о вот этих средствах борьбы с ними. Снимала видео, как бороться с фитофторой. Все это объясняла. Все есть на странице. Набирайте в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. До свидания. Надеюсь, в этом году фитофторок нам придет поздно-поздно. Если придет, тогда, когда уже начнется зима. До свидания.